вообще этот вопрос достаточно сложный это у меня коллега была в работе которая не могла забеременеть и она вот очень долгое количество времени искала клиники и способы это разрешение этой ситуации и вот нашла вашу клинику и разрешение ситуации в данном случае репродуктолога любым анна константиновой и на этом начался этап того что ей нужно были яйцеклетки и на этом этапе мы завязались с вашей клиникой на самом деле не несколько клиник рассматривалась мы я изначально сюда пришла и здесь осталось потому что здесь очень располагает к себе доктор и наверное мы же все хотим находиться в комфортных отношениях даже со своим доктором здесь отличные репродуктологии как-то менять клинику вообще не хотелось и не хочется нет опасений не было потому что сама провели разговор доктора доктор любы она провела со мной разговор поэтому у меня не было никаких опасений все вопросы которые хотела я сразу задала были корректные ответы и вопросов больше у меня не возникало мне рассказали какие могут быть последствия что вообще будет происходить как это будут делать вообще все в подробностях мне рассказал доктор репродуктолог поэтому вопросов и страхов у меня не могло возникнуть отходила я быстро то есть к вечеру я уже спокойно могла даже сходить на тренировку если позволял доктор чувство гордости за то что я вообще на это пошла целом и что это поступок достойно уважения в моем случае радость за людей которые смогли потом в дальнейшем стать родителями потому что родительство это материнство родительство это очень что-то такое тонкое и эмоциональное первую очередь обратиться в клинику и поговорить об этом с врачом не смотреть ролики и интернет и лазить в поисках того чтобы опровергнуть какие-либо факты того что это безопасно для донора мне кажется что в этом случае лучше обратиться к врачу который уже профессиональ профессионал своего дела и удобно этим занимается и уже все с вами будет обсуждено и вопрос никаких не будет дальнейшим спорт рисунки я рисую периодически но это бывает редко потому что работа занимает большую часть моей жизни работа и ребенок однозначно это эмоциональность это сто процентов я достаточно очень эмоциональный человек ответственный за свои поступки за принятие решений ты в целом все наверно мечты если не говорим о финансовых каких-либо то это скорее наверное определиться уже с тем что я хочу какой сферой деятельности я хочу заниматься не так что не раскидано но я хочу всем заниматься и сразу но хотелось бы какое-то одно дело для души для удовольствия и в нем уже остаться и реализоваться как профессионал ясно и и и и и и